С 41 по 45 годы Елутровским районным военкоматом на фронт было отправлено 10 210 человек. Более 4 тысяч бойцов не вернулись в родные края. И пусть Елутровск чаще всего ассоциируется с декабристами, здесь не меньше уважения к воинам, павшим в Великую Отечественную. О том, как на этой территории хранят память о бойцах-односельчанах, расскажем в очередной серии программы «Репортер. Памятник Победы». Уставший от боев и присевший отдохнуть солдат. Таким и жители Елутровска захотели видеть своего героя. Фигура воина появилась 25 лет назад, когда открыли мемориальный комплекс. Место не случайное, это было городское кладбище. А здесь в годы войны хоронили бойцов, умерших от ран в госпитале. Его сформировали в Елутровске в июле 41-го. Очень много врачей, медсестер трудилось здесь. Причем это были и наши городские, это и врачи из госпиталя Днепропетровского, который приехал к нам. Раненых поступало очень много, особенно с Ленинградского фронта. Помогали медицинскому персоналу, очень много помогало женщин-общественниц. Они принимали раненых, встречали их на вокзале, помогали обустроить их в госпиталях, оснащали всем необходимым подушками, одеялами, посудой. Женщинам помогали школьницы. И, конечно, не обошлось без счастливых историй. В городе многие помнят десятиклассницу Евдокию Ухолову. Она вместе со своими одноклассниками приходила в госпиталь, помогала, топила печи, ставили концерт для раненых бойцов, кому-то помогали писать письма, подавали воду, кормили бойцов. И, в общем-то, она подружилась с молодым лейтенантом, молодым, светловолосым, голубоглазым. Сама она была весьма привлекательной девушкой, стройной, синеглазой. И когда он снова попал на фронт, бил врага на фронте, участвовал в Сталинградской битве, он постоянно думал и вспоминал город Елутерос, Евдокию Ухолову. В конце концов, в 1944 году он насмелился написать ей письмо и получил ответ. И так завязалась переписка молодых людей. И после войны они встретились, поженились. И все это время жили у нас в городе Елутероске. В местном музее хранят настоящую реликвию, гордость, слову жизни Елутероска, знамя Государственного комитета обороны. С ним каждый год в День Победы ветераны выходят на парад. Елутерский лесопильный завод, открытый в годы первых пятилеток, выпускал пиломатериал, выпускал шпалы, которые шли в действующую армию, сборные, санитарные домики. В общем, все то, где требуется дерево, даже аэродромные катки. Без этого тоже наша победа была бы невозможной. Восемь раз это предприятие награждалось за годы войны переходящим красным знаменем Государственного комитета обороны. И в конце концов оно было оставлено предприятию на вечное хранение. В пяти километрах от Елутероска в поле тоже стоит памятник Победы. Только по нему сегодня определяют, где была уже несуществующая деревня Чукреева. Деревня жила, как и все остальные, было немного домов. Основана она была, заложена одна улица, называлась Грачева, потому что рядом была березовая роща, в которой часто селились грачи. Затем росла, расширялась, появилось еще несколько улиц. Затем образовался колхоз-броневик. То есть люди занимались обработкой земли, был сад, что немаловажно, еще и очень интересно, занимались разведением чернобурых лисиц. В войну почти всех мужчин из деревни забрали на фронт. Осталось только 17 женщин, которые занимались обработкой земли. И вот та самая березовая роща, которая была рядом с деревней, она почти вся пошла на топливо для тракторов. Тракторы были гусеничными и заправлялись вести сантиметровыми чурками. После войны деревня жила недолго. В округе начали расширять пахотные земли. Начали заниматься мелиорацией, что послужило осушению всех колодцев в деревне. Люди начали раскатывать дома и увозить их. К 1975 году не осталось ни одного жителя, ну и, соответственно, домов. Памятник ушедшим из Чукреева воинам, а заодно и исчезнувшей деревне, жители установили спустя 10 лет после переселения. К тому времени осталась лишь часть кладбища. На нем и разместили монумент. В селе Беркут Елутровского района местный монумент Победы стоит в самом центре села. Здесь же, в июне 41-го, жители впервые узнали о том, что началась война. Никто не ожидал, но в этот же день на фронт ушли многие из односельчан. Своими воспоминаниями делятся и местные ветераны. Валентине Болтовской в 41-м было всего 13 лет. Ветеран трудового фронта вспоминает, утром 22 июня всех селян срочно начали собирать в местном ДК. Никто не догадывался о причине такой спешки. О том, что началась война, мы узнали в этот же день, 22 июня, в воскресенье было. У нас был старый клуб, и вот собрали все население поселка и провели митинг. После митинга вручили повестки людям, этим мужчинам призывного возраста. Они уехали на двух подводах. Эти, значит, телеги новые, все было новое. И сброи, и телеги, и лошади были добротные. И все это пошло на фронт. Тогда 270 мужчин покинули родное село. В их числе был и отец Валентины Болтовской. Отец ушел на фронт. Нас осталось, значит, четверо было детей. Я самая старшая. Были детские ясли. Ясли были типовые, только построенные перед самой войной. И, значит, работников не было. Всех молодых девчат забрали на работу куда-то в производство. И я приходила, приносила свою братишку туда. И меня, значит, то одно делается, там посидеть с детишками, там еще что-то. И вот таким образом я и осталась в этих детских яслях на целом жизни. Из тяжелого военного нужно было возвращаться в мирное время. 40 лет Валентина Гавриловна проработала в яслях села Беркут и даже стала заведующей. В селе Хохлова Юлитровского района монумент Победы стоит на месте, которое уже почиталось. Памятник возвели на могиле воина гражданской войны. А обнаружили захоронение совершенно случайно. О том, как это произошло и о тех, кто сегодня хранит память о невернувшихся героях, рассказывают местные жители. В советское время именно вот это было поставлено, ну, такой высокий уровень. И тогда каждую школу, каждое поселение обязывали, чтобы на территории села был либо памятник, либо обелиск. И потом уже, значит, чуть-чуть позднее, когда стали от школы строить водопровод, рыли водопровод экскаватором, значит, и вырыли, случайно вырыли кости. И заинтересовали, что это за кости. Но тут же, значит, было найдено звездочка, пилотка, сгнившие все это, одежда эта все сгнившая, сапоги солдатские. Установили, что это был воин погибший. Но погибший не в Великую Отечественную, а в Гражданскую. Его фамилия Виноградов. Все эти косточки собрали, сложили в ящичек. И было перезахоронение. И вот, насколько мне не изменяет память, по-моему, вот это перезахоронение как раз вот здесь вот и под кирпичами вот этого памятника находится. Установили монумент в 86-м году. Так объединили две войны. Но о потерях Великой Отечественной здесь говорят с большей горечью. Коротенькая была деревня. И вот так улица Советская. Мира и Советская. И вы знаете, с этих двух малюсеньких улиц на фронт было забрано 200 человек. 200 мужиков русских, наших, крестьянских мужиков было забрано. Причем было таким образом, что женщин-то некоторых даже и дома не было. Забрали мужиков и все. Ходила полуторка по деревне. Даже не прощались. Кто успел, кто не успел. Из 200 бойцов 150 не вернулись в родное село. Их имена в этих списках. Но погибали в те годы не только на фронте. У нас за деревней, вот в той стороне микрорайон Долгановка, там у нас садили овощи. Капусту, свеклу, морковь. Кусты смородины даже росли. И вот мать Нины Трифоновны, тоже бывшая учительница, она во время войны грузила, ну не она грузила, а она отвозила на лошадях, на телеге, значит, сгрузит на телегу и везет все это в город. Либо в организации сдавали, либо куда-то, ну для фронта все сдавали. И вот она по дороге на лошади, значит, на телеге ехала, везла это все. И у ней, у телеги отвалилось колесо. И она, вы знаете, она такая могутная женщина была. И она, значит, взяла эту ось, придумала там какую-то, значит, вместо оси что-то, и приподняла плечом вот эту телегу, потому что она не могла не довезти эти овощи. В военное время это и строго наказывалось. И, вы знаете, и надсадилась. И у ней получился завороткий шок. И женщина умерла. В селе Помятное Илутровского района монумент Победы появился в 1969 году. Решение его установить местным активистам пришло после посещения Украины. Оттуда же был доставлен и специальный камень, из которого впоследствии высекли главную звезду обелиска. Нина Пономарева хорошо помнит, когда в селе начали возводить монумент. Она была пионер-вожатой и преподавала в школе. Помогал сельский совет строительными материалами. А строили дети и учителя в основном. Вот здесь вот под этим памятником закопана бутылка из-под шампанского. И в этой бутылке все-все-все фамилии и имена тех, кто участвовал в строительстве. Все дети, все учителя, все взрослые, кто приходил, все находятся здесь. Информацию о ветеранах тоже собирали школьники. На территории комплекса несколько монументов. Этот посвящен тем, кто выжил и вернулся с победой. Среди них и имя отца Нины Пономаревой. Ему в 1943 году исполнилось бы 9 мая 18 лет. Но их призвали раньше. Воевал он немного. Он участвовал всего в двух боях. В первом бою он рассказывал нам, что он ничего не помнил, он ничего не видел. Он просто бежал, кричал «Ура!» и стрелял куда-то непонятно. А во втором бою сзади ему раздался взрыв. Взрыв, он потерял сознание и спасла его девушка. Вот он всю жизнь говорил, узнать бы мне, кто она, я бы ей ноги расцеловал. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова